Андрей, начинай. Добрый вечер. Мы продолжаем изучать книгу Рава Уришерки в «Одмоэд», которая посвящена еврейским датам, датам еврейского календаря. И в преддверии постов 17 тому за 9 авгу мы читаем про изгнание из Испании, которое произошло также 9 авгу. Кроме того, год, в который это произошло, он очень значимый. Если учитывать, что День Всевышнего – это тысячи лет, то этот период тысячелетний можно поделить также на часы, на восходы, закаты и так далее. И тогда получается, что изгнание из Испании произошло ровно в полночь, в полность с четверга на пятницу. И по ряду мнений это была также возможность Геулы в эту полночь, потому что указ об изгнании евреев из Испании был подписан 5 ияро. Тоже довольно значимый день, согласно Аризалю, в которой и началась Геула уже через 11 часов тысячелетнего дня ровно. Но в 1492 году Геула не началась, а продолжилась ночь, и евреи были изгнаны из Испании, но часть их поехала, двинулась в Эрецисраэль, и там тоже происходили важные события. Итак, мы продолжим читать. Дон Йосеф Наси. Большая часть евреев убежали в земли, которые были под властью Турецкой империи. И Турецкая империя их, как тут написано в сноске, тепло приняла, потому что евреи, когда приходят в какую-то страну, они поднимают ее экономику, они умные, они ведут торговлю, и как бы разумные правители это знали и горячо приветствовали еврейские общины, когда они приходили на их земли. Турция, Египет, Греция и земля Израиля. То есть вот эти страны, которые сейчас, они находились под властью Османской империи. Турция, Египет, Греция и земля Израиля. На этом этапе началась плетаться связь между евреями Западной Европы, в основном из Бельгии и Голландии, и евреями, которые поселились в Турецкой империи. Эти евреи осуществляли между собой торговые связи, и вследствие этого турецкая экономика начала процветать. Так что не прошло много времени, и дон Юсеф Анаси, который был сыном семьи насильно обращенных в другую веру в Португалии, насколько я понимаю, Анусим, наверное, это вы слышите? Морально это, что у нас называется, хотя я не уверена. А, в христианство все-таки, или в ислам? Не-не-не, в христианство. В христианство, да. Так, насильно обращенных христианствах в Португалии. Он вернулся к иудаизму и был назначен главой правительства Турецкой империи. То есть это свидетельствует о том, что дела в Турции шли хорошо, то есть к ним хорошо относились, и он спокойно вернулся к иудаизму. Мне кажется, не было никогда насильного обращения в ислам со стороны арабов. То есть не то, что не переходили в ислам, но такого насильного обращения, которые вставили в те условия, которые вставили в Испании, в Португалии, такого не было. Не кажется. Не знаю. Гриша, вы слышали? Гриша, что у нас в ислам? Так ведь там еще была, по-моему, история, когда Изабелла отняла детей у уезжавших евреев. Это отдельная история, да, но это все христианство. А у мусульман, евреев и христиан, они не обращали насильно, но они предлагали вариант, либо вы платите большой налог, так сказать, оставаясь прежними, вот, либо, так сказать, принимаете ислам. Ну да, это была альтернатива, но... Либо иногда были случаи в современной истории, когда просто голову отрезают, тоже хороший вариант. Ну, в современной истории мы сейчас не сами. В современной истории тоже очень разные. Ну, как исламское государство, исламское государство отрезает голову, и все. В разных странах ислама очень разные отношения с евреями. Например, в Марокко у них довольно приличные всегда отношения с царским. Ну, в настоящее время и в прошлом веке. Но в других местах уже действительно. Сейчас. Ладно, давайте дальше. Дон Йосес Наси был евреем с государственным мышлением и обладал еврейской гордостью. Когда он услышал, что в Анкуна, какой-то город, наверное, в Италии, Казнили, то есть кого? Насильственно крещённых евреев? Да, да. Видимо, их казнили за то, что подозревали или реально поняли, что они только для видимости крестились, а на самом деле продолжаются подать в религии. Просто так евреев не казнили. А вот к тем, которые обратились в христианство, к ним очень жёсткие меры. То есть были случаи, может быть, что евреев там казнили, но в основном эти меры принимались жёсткие к тем, кто для видимости перешёл христианство. И когда он об этом услышал, он собрал мудрецов Истанбула и принял решение наложить, как это сейчас называется, бойкот, да, херем аль намаль Анкуна. То есть наложить бойкот на этот порт Анкуны. Санкции. Санкции, да, как сейчас говорят. То есть не вести... Анафема. Анафема, по-моему, нет? Не-не-не. Ну, если в религии, да, то это анафема. А здесь говорится про экономику. Да, конечно. Херем – это, наверное, как раз санкции. Эмбарго там или как это? Да, да. Валькуль, Миша. И на всех, кто вёл торговые отношения с этим городом, которых казнили евреев. Умнам ягуды Анкуна вы асвивоты тнагду ляхлатан. Но евреи этого города Анкуна и его окрестностей противились этому решению из опасений, что это угрожает их жизням. Но всё-таки этот херем, да, это эмбарго привело к успеху. И в короткое время город Анкуна утратил своё величие. Вот интересно, что такие тенденции – это сидите тихо, не дразните гуси. Знаете как? И в наше время то же самое. В России были разные тенденции. Некоторые там пытались бороться за выезд, устраивали демонстрации, писали письма. А другие говорили, сидите тихо, давайте действовать. Не высовывайтесь, давайте действовать. И тихаря. Это разные подходы. Там Анкуни, наверное, как я поняла, да, они как раз боялись, что это на них плохо отзываться. Но в результате, так сказать, это плохо, конечно, было вызвалось на жителей. В том числе и на евре, да, получается. На евре нет, но сам город перестал процветать, естественно. Поразительно, что у него были такие рычаги, которые он мог... Дон Юсеф Наси хотел основать государство евреев в земле Израиля. И в этот период, в середине 16 века, собрались большие раввины, большие важные раввины в земле Израиля. В основном в Цфате. То есть из тех, кто туда приехал, они все были в сборе и жили в основном в Цфате. Такие как Раби Йосеф Каро, Аризаль, Рамак, Раби Мушек Ардавера, Хамабид, это я не знаю, кто... Раби Шлому Аль-Кабес, автор известного гимна Лихадуди, Махари Береф. Абиран? Беран. Ну, это действительно известные сепартики эмаграции. В основном, да, знанники из Испании. Да, и многие другие. Поскольку большинство великих людей Израиля вернулись в Эритс-Исраэль, да, Дон Йосеф Наси полагал, что уже возможно основывать государство. И это не случайно, что именно тогда Раб Йосеф Каро написал свой Шульхан Арух. Шекен Сафар, Шеколь Нуэдли Йотли Сефер. И он полагал, что это будет книгой законов государства, которое будет организовываться. Важно видеть, что эти процессы, они не случайны. Желание основать государство, это часть наследия иудеев, наследия евреев Испании. Да, то есть имеется в виду, что они там занимались как-то политикой, занимались влиятельные какие-то должности в государствах, поэтому у них было государственное мышление и, соответственно, переехав Эрит с Исраэль, они также хотели, думали, по крайней мере, сделать государство. Думаю, не только это, а просто в то время еще очень оставалось желание... Соответственно, они не возвращались, положение там было очень тяжелое, земля Израиля. А с другой стороны, желание, то у них был живые времена. И оно не случайно, что вот они его туда принесли, приехав в землю Израиля, желание восстановить... Оно не обновилось, а оно как бы... Это то, что Равшерке, по-моему, говорит. Именно... Да, еще в другом месте Равшерке мы читали, что, как известно, Геула, она соответствует рассвету, а это была полночь. Но есть разные понимания, когда начинает всходить солнце, это зависит от чувствительности людей. Да, и самое такое раннее время потенциального рассвета, это как раз полночь, когда земля поворачивается уже в сторону дня. И самые чувствительные люди, то есть каббалисты, которые как раз и собрались в это время в Цфате, они, видимо, чувствовали вот это уже время Геулы, и там как раз Аризаль, который предвидел 1948 год. Вот поэтому они предпринимали такие шаги и мыслили вот именно установлением государства. Но мне вот, что здесь было интересно, что Раф-Йосеф Корона писал Шульхан-Арух и мыслил его как закон о новом государстве. Но ведь мы знаем наоборот, что как раз есть две книги закона, Шульхан-Арух и Мишне-Тура, и в отличие от Мишне-Тура, Раф-Йосеф Коро писал же все законы исключительно для Галута. Там ничего не было написано про восстановление храма и так далее. Как тогда это понять? Ну, я не знаю. Может быть, в тот момент они не ощущали это как актуально. Раф-Йосеф Коронава законом, который есть, потому что евреи довольно сильно были разобщены, в разных странах они жили, обычаи разными были. На самом деле, то, что нам сейчас очевидно, многие вещи, что как бы вот эти законы, они именно так и соблюдались, это было в те времена, потому что не у всех, даже, я думаю, не всегда и не у всех в распоряжении был не только Иерусалим, но и русский Талмуд. И у них были какие-то одни обычаи в определенных местах в Европе. Когда до них шел Талмуд, просто я про это слышала разные лекции, они вошли в какой-то конфликт с тем, как Талмуд формулирует законы и с теми обычаями, которые у них сложились, пока это все как бы видно в работах тософистов, например, как это все, в некоторых, во всяком случае, областях, как это все укладывалось. И поэтому, я думаю, может быть, поэтому эта работа была необходима по некоторому приведению всех обычаев и законов некоторых. Ну, шульхан-арух же у нас не только законы, есть очень много обычаев, которые как бы не старые, даже не от пандрецов, как это принято было делать. Ну, я думаю, что это не противоречит, потому что, так сказать, базу он хотел отразить, а далее, в общем, надо было продолжать, наверное, писать другие. Если бы тогда государство было построено, то в реальной ситуации государства пришлось бы записывать. так мне кажется. В принципе, да, получается, что Рамбам писал из более далекой точки, да, и на 500 лет раньше, и из Галута как раз, да, получается, что вот эти люди, они мыслили более практично, то есть, когда придет время строить храм, тогда будем решать, как его строить. Ну что, есть какие-то добавления, замечания, вопросы? Народ. Хотите, я продолжу? Да, хотим, если можно. Надо понять, каким был характер испанского и что привело к его разрушению. И для этого приведем, например, Раби Шмоль Анагид, который жил в Сфараде по нашему числению. Шмоль Анагид был учеником Раба Хайгауна, и он жил в Герунде, и был назначен главой правительства от имени Амира Рахмана Второго. И вдобавок к этому он также был военачальником, выходил на войну. И кроме этого он еще был врачом, поэтом, математиком, астрономом, и, конечно, он большим мудрецом Тары. Такого типа люди были частые среди еврейства Испании на протяжении 400 лет с золотым периодом иудаизма Испании. Годы, в которых у евреев была Тура и величие и царство. Ну, я не знаю, как сказать. Роль, видимо, в государстве и роль в государстве. И самые великие из мудрецов Израиля, они выросли в этот период. Рамбан, Ирашба, Иран, Ирош, и Аймегаш, Энгабриоль, Пеевене и Вейбанезе. Это были мудрецы Израиля, которые передали Тору Муше наши руки. И в соответствии с тем, что они мы изучаем Тору до сегодняшнего дня. Сейчас мы можем понять смысл изгнания. Мне говорится только о катастрофе. погибли многие из евреев Испании. А разрушение, об общем разрушении, что привело к изменениям в душах, в душе еврейства, правильно сказать, да? С этого момента и далее. начиная дальше представляется, как будто царство оставило евреев. То есть у них было некоторое положение государственное. Все это пропало. то есть они очень опустились после этого в своем статусе, так я понимаю. И с этого момента они стали несчастными и преследуемыми. А также после еврейства оторвалось от науки и от культуры, от общей культуры. И вся жизнь сосредоточилась только в таре. И только исключительные люди занимались какими-то дополнительными областями. Кабалой, искусством, философией и политикой. Это не было как бы не было обычным. То, что было обычным и нормальным за тот период испанского евреяства, теперь уже стало уделом исключительных людей. Еврейский народ целиком стал униженным и презираемым. Это, как видно, то, что ощущали многие в том поколении. Если мы разберем знания из Испании с общей точки зрения, то увидим, что тут говорится о полном страхе. Швера, разрушение. Разрушение. И также с точки зрения галахии, галактической, надательной в изгнании из Испании тоже есть смысл. потому что изгнание отмечает конец периода, который называется период решуним, то есть первым. То есть это период, который заканчивается с написанием Шурхана Руха. И начало периода хруни, который уже после Шурхана Руха. То есть действительно с точки зрения галахии мы по-разному относимся к логическим трудам, которые написаны до Шурхана Руха и после Шурхана Руха. У них разный характер, у них разные статусы. Поколение после изгнания из Испании мудрецы чувствовали, ощущали, что иудаизм пережил падение. Они ощущали необходимость принять и пережить Тору заново. заново. И таким образом с тем, что захотелось солнце сефарского еврейства, началась восход нового терранического центра в Чфате, который занимался всеми областями иудаизма. И вследствие изгнаний из Испании изменился мир Торы. И Галаха приобрела характер книги с литературы. Она перешла больше в область литературы. С того момента, когда был написан Шурхатару, например, книги, которые пишутся только тогда, когда забывается живая традиция. На самом деле, опять же, в скобках скажу, то же самое привело к написанию Талмуда в свое время Мишны. Когда есть ощущение, что живая традиция вот-вот забудется, необходимо записать ее, несмотря на то, что до этого считалось, что устную фуру нельзя записывать, но необходимость такая возникает тогда, когда понимают, что какие-то традиции... Но устная традиция всегда гораздо выше ценилась в лудаизме, чем письменная, и поэтому это все я от себя говорю. Поэтому то, как видно, на то, что иудаизм перешел в книги, есть в этом некоторый ущерб для него, но другого выхода не было. Продолжаю читать. «Сфатье» было в смысле литературы еврейской, но на самом деле в этом заключалось большое падение. Вещи, которые были, умерли и превратились в книги. Таким же образом целые общины исчезли и было необходимо записать пока они не забудутся. «Сфатье» Получается такая картина, что до полуночи люди еще действуют. У них была государственная научная деятельность, но в полночь уже основное большинство людей засыпает, все спят, не спят только те, кто изучают Тору. Да, это интересная картина. Ой, извините, Гриш. А нет, прошу прощения, а под полночью подразумевается полночь сефарского еврейства или вообще всего? Полночь всей планеты, планетарная полночь. А почему? Ну, если разложить как бы шесть тысяч лет истории соответствуют шести дням, то получается мы сейчас находимся в первом часу по полудни в пятницу. Сейчас? Да, сейчас. Ровно в одиннадцать утра образовалось государство Израиль, ровно в полдень пал Советский Союз и большая часть евреев из СССР приехала в Израиль. Ну, и так далее. Тогда получается, что полночь это пять тысяч пятисотый год изгнание евреев из Испании, то есть расцвет как бы еврейства Цфата, каббалистов Цфата, вот это время до до рассвета. Рассвет соответственно наступает в пять тысяч семьсот пятидесятом нет, в пять тысяч пятисотом году. Да, я напутал. Понятно, спасибо. И вот рассвет как раз приходит, ну, для меня рассвет пришел большим там, и вот его как раз новая вот эта тора, что нужно раскрывать источники наружу и так далее. И кроме того, как раз началась вот эта светская деятельность евреев, там, французская революция, вот эта научно-техническая революция, вот эта оскала, то есть когда они стали, по словам Виленского Гаона, рассеялся народ собирать солому, то есть они стали изучать вот эти науки, которые им нужны будут для восстановления государства, то есть если вот эту всю ночь они изучали исключительно тору, то вот где-то там после рассвета они уже стали бросать как бы традицию, но на самом деле это все нужно было для того, чтобы изучить там вот это все военное дело, инженерное дело, там акрономию, то есть все то, что нужно для восстановления государства земли Израиля. Да, здорово. Но получается еще и так такой парадокс, что именно в полночь, когда вся вообще уже жизнь замерла и активность всякая упала, как бы вообще, именно в этот момент каббалисты ощущают, что вот тут и будет перелом, и с этого момента они тоже действуют в направлении к возрождению, к рассвету. Это как бы интересная точка, в которой с одной стороны что-то закрывается, а с другой стороны что-то открывается. это мы как раз об этом читали в этой же книге, по-моему, в Тубишват, что вот эти четыре точки полдень, полночь, рассвет и закат, они есть как дни, также они есть внутри года и также они есть внутри тысячелетия. Продолжать мечтать, я могу. Я как хотите, пожалуйста, не отрогаем. Ну-ка, скажем. Давайте. А, я? Окей, замечательно. С какого места ты можешь показать? Вот, новый отрог. А, да-да-да, слегка-слегка. Причины для... Что? Причины для изгнания из Испании, испанского изгнания. Ну, а теперь давайте постараемся понять, выяснить, какие действительно были причины, которые привели к изгнанию из Испании. И у нас нету как бы задачи анализировать исторический как бы фон этих событий, а остановиться на причинах с точки зрения божественного проведения. Мы можем найти несколько самых главных причин. Первое. Раби Юсеф Ахасид в своем объяснении поучениям отцов в трактату Мишни. Он возложил обвинение на философию. То есть на причину философии. И, по-видимому, сейчас идет объяснение. В годах предшествующих изгнанию было принято в среде евреев заниматься философскими теориями Аристотеля. Что? Учением Аристотеля. Да, хорошо, учением Аристотеля и метафизикой. Философия проникла, она образовала или как-то тогда порождила сомнения в чистой непопорченной вере и начала создавать трещины. Лехарсэм это вообще по-моему чуть-чуть откусывать. Ну, неважно. Грызь, отгрызать. Да, то есть отгрызать. Отгрызать, да. Мехарсэмим это грызуны, чтобы вы знали, да. И, значит, Лехарсэм давать трещины, скажем так, еврейской душе. Отгрызать от этой чистой души какие-то куски. И часть тех, которые занимались Торы, даже в открытую стали говорить Тору Телу, наверное, все-таки этими учениями. Да, да, да. Этими учениями, да, да, да. Которые занимались этими учениями, они стали вообще в открытую говорить о приверженности к рациональному, мыслительному. Это называется Сехелапуэль. Это активный интеллект, это некоторое понятие из философии Аристотеля, которое мы сейчас не будем углубляться, но... Ну, скажем рационализм. Не, 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 это не рационализм. Это немножко другое представление о мире вообще. Окей. Что есть там некоторые абстрактные функции, которые называются активные интеллекты, которые образующие, работают в этом мире как некоторые формообразующие силы. Неважно, это не согласуется с чистым анонтеизмом. Окей. И это, по-видимому, также причина того, что часть раввинов, не дай бог, крестилась. Ого! И есть те, которые еще предполагают, что раввины, которые занимались философией, они приняли решение о принятии христианства, поскольку предполагали, что философия из-за философского предположения, по которому смерть... Мертвая не может дальше прилипляться к этим мускулам, к этим силам. Наверное, то есть, что рационализм и интеллект выше смерти, наверное, такая идея. Нет, нет, ну, не совсем так. Они хотели, они видели свою задачу прилипления к этим интеллектуальным силам. это не совсем рационализм. В целом, нужно написать, смерть не может прилипляться к интеллектуальным. Амерт, не смерть, а мертвый. Если его убьют, то я не смогу, то моя связь с этими интеллектуальными силами будет разорваться. Мертвый не может продолжать прилипляться. Можно заниматься после смерти, а наукой уже нельзя. Ну, по-видимому, да, поэтому предпочтите... Это не наука. Это неправильно, по-моему, расценивать рационализм. Не знаю. Это не совсем рационализм. А тут смерть... То есть вот этому Сехеля-Пойль получается нельзя прилипиться после смерти. Да, да, да. Продолжение этой фразы с Марит написано Марита Айн. Марита Айн это вообще как бы для внешности, для обмана. Поэтому, может быть, его идея в том, что на самом деле как бы... Да, да. Нет, конечно, они... То, что они делали, они обращали христианство для видимости, чтобы сохранить свою жизнь. Да, 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 речь идет про это. Вот это надо подчеркнуть. Поэтому, вот исходя из того, тем не менее, у них было некоторое соображение, почему это следует сделать, чему это правильно, потому что они вот ценили какую-то прилипленность к этим сэфелопоэм. Поэтому считали, что предпочтительнее для отвода глаз креститься или перестив христианство для того, чтобы остаться в живых и продолжать заниматься этими интеллектуальными соображениями. Получается, им не мешало, им настолько важно было прилипляться к этому активному интеллекту. Правильно. А христианство этому не мешало. Во-во-во-во-во, вот именно это, вот именно это. Потому что они считали, что... На самом деле, насколько я понимаю, не только иудаизма была проблема с этим аристотелевским взглядом, но он был очень популярен среди христиан. И тем не менее, у христианцев, как и у религии, тоже оно не очень согласовывалось с этой точкой зрения. И вот они искали какие-то там философы, пути, как это можно согласовать, но это не наша тема просто. Окей. И вот просто считать, что излишнюю увлеченность в философии Аристотеля, это не рамбомизм. Рамбом как бы взял оттуда какие-то только части. А они увлекались всерьез гораздо глубже, насколько я понимаю, так что это уже граничка с противоречиями религии. И я думаю, что у христианства была такая же проблема. Но они, что для них это было важнее всего, как Андрей сказал, а там принять христианство и такое же большое дело. Ну, остаться в живых в этом как бы идея. Да-да-да. У человека проблема была либо сделать кедуш Ашем, а его там убьют, сожгут. Либо со христианином, а что мне христианин, если мое главное жизнь, тогда выбор на самом деле не очень простой, мягко говоря. Итак, дальше. Вторая причина. В книге Акида раба Яцхеки Арама там приводится, что в период, который предшествовал Испания из Египта. Из Испании. Из Испании. А, из Египта, из Испании, правильно. Молодые евреи, многие молодые евреи, они вообще говоря пали в сети ну или с ограниченной развратом. А вот это я не очень понимаю. И мудрецы решили разрешить девушкам окунаться. то есть они как бы пошли им навстречу. понятно. Они решили, пускай лучше они нарушают, ну, короче, заводят себе любовниц, что это очень не одобряется как бы иудаизмом. Но с другой стороны, если они будут с ними иметь связь, когда они не окунуты, это еще хуже. Но на самом деле сегодня поэтому именно из-за этого ни в коем случае не разрешают девушкам окунаться. Даже некоторые запрещают это им делать, если они хотят подняться на храмовую гору. То есть это опасение, что это все перерастет в путь ворозврата, оно имеет серьезные последствия в нашей мухе. Да, ну хорошо, что вмиг уходили. Или нехорошо. Окей. Нет, он говорит, что это нехорошо. Началось с того, что они решили ходить вмиг. А после этого они решили еще деньги за это. Я, честно говоря, не понял, что значит ходить вмиг. Так же женщина ходит вмиг. Девушка не женщина. Не замуж. Не объясняет простым русским языком. А, то есть незамужняя девушка идет вмиг. И потом к ней приходит парень. Да, поскольку они решили так. Они уже настолько развращены, что они вообще ни на что не смотрят. Но связь с не окунувшейся, с нечистой, она вообще старается гораздо сильнее с точки зрения чистого закона. Это карта. И поэтому, чтобы они не грешили так сильно, уже посмотрим сквозь пальцы на то, что они имеют связи с незамужними. занимаются развратом. Но на самом деле в конечном итоге все поняли, что это гораздо хуже в результате получается. Потому что таким образом ты сопутствуешь разврату. Ты говоришь, ну подумаешь. Вообще они окунаются, они у них не карат, но разрушаются основы семьи. и вот он считал, например, что это была причина изгнания из фарада. Потому что они всегда такие серьезные. Главное, что это не просто так, это при поддержке рабинов было. И не просто так они разрешили окунаться. А еврейские юноши, они хотели быть кошерными, они хотели иметь отношения только с девушками, которые после мига. так что это нет, нет, наоборот, если бы так, если бы так, тогда бы они это не сделали. Они увидели, что еврейские мальчики, им уже все равно, окунута она или нет. И тогда сказали, пусть каждый окунается. Понимаешь? Если бы мальчикам было важно, что девушки окунуты, тогда бы они этого не сделали, тогда бы они уже не грешили. Понимаешь? Значит, девушки молодцы. Ну, хорошо, идем дальше. Все молодцы там. молодцы. Наши поколения, все возвращаемся к тому же самому. Они тоже молодцы. Ну, хорошо, идем дальше. А после этого были такие... Ну, тут вообще классно. Да, что вообще имеет смысл как-то вознаградить вот этих девушек. Окей. Ну, то есть вообще уже знутом пахнет, проституцией по-нашему. Ну, да. Ну, да. Она, кстати, запрещена теперь в Израиле, так и в кавычках говорю. Окей. И в результате этого... Да, в результате этого произошло изгнание. Вот все. То есть изгнание из Испании произошло вследствие того, что вот этот разврат стал, вообще говоря, обычным явлением и более того, даже как бы узаконенным. Узаконенным, да. Это вот самое такое. Узаконенным развратом. Кошмар. Нет, не просто за разврат, а потому, что он, так сказать, с согласия Рабанеем, с согласия в вашем как бы систему. Это вот самая как бы одна из важных точек. Но на самом деле Рав Мик, конечно, не на этом сделает сейчас. это одно из мнений. Окей. Третье. Ну вот Раф Шерки в смысле имеется в виду. Он пишет, но причина, которая представляется наиболее правильной, заключается в том, это то, что приводит Раф Аврама Зулай, который является дедом Хиды. Дедом, да. Хида это что такое? Хида это мудрец. Я понимаю, как расшифровывается? Ну, чтобы я помню все. Я думал, что только я один не знаю. Камиль у него тоже Азулай, а вот как его звали? Мы обычно помним Рашба. Постоянно употребляешь там, или Рамбан мы, допустим, знаем. Ари, Ран. Ну, большинство, которые все время на слуху, даже и не помнишь иногда, Рабейну Низико, я знаю. А как это ускользает? Тем более Хида. В Израиле имя Азулай это нарекательное, нарицательное, по-моему, так называют нарицательное имя для выходцев из... Не, ну, это Шутер Азулай, потому что фильм такой. Шутер Азулай, вот, полицейский Азулай это герои этой самой седра фильмов известных. Ну, хорошо, отвлекся, идем дальше. Азулай, он предполагал или считал, утверждал, что из-за приверженности к высокомерию и к власти евреи у них было ощущение, что Египет являлся их страной. То есть той страной, видимо, они могут это получить или этим обладали. Они находились, жили в своих роскошных домах и в сильном, в большом изобилии, в роскошестве. И это то, что послужило причиной, что они забыли Иерусалим. И вследствие этого произошло изгнание из Сфарады, из Испании. Автор Мешехохма на Тору. Симха из Двинска. Да, правильно. Мер Симха из Двинска. Симха, да, правильно. Вот, тоже сказал Нахама. Да, он к недельному разделу БХУ Катай пишет так, а это буквально наш недельный раздел, правильно? И вот так представляется путь нации, народа. Когда они входят или обосновываются в чужеземной стране, они становятся неприверженцами Торы, лобной Тора. Ну, как бы нерелигиозными, наверное, что-то поэтому. Нет, перестают изучать так. Лумина Царот, недолг лумина Царот в Экзерот, да, а когда они, по-видиму, обеднели, опустились от происшедших с ними бедств, и впоследствии изгнания, и после этого в них пробудился по-новому, я добавляю, божественный дух, который призывает их к возвращению к источнику, ну, происходящему из святости, скажем так, по-простому. И тогда, если они будут учить и будут заниматься Торой, сейчас они будут учиться, заниматься Торой, и с ними произойдут всякие чудесные события, и ну, это такой образный язык, и в общем, им поможет как бы Тора во всем своем превосходстве. Лоин, Ятодор, Леосиф, Марк. Не, 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 не совсем так, я тебе сейчас скажу, что это все, они могут добиться успеха, но до той поры пока не достигнут некоторой вершины того, что они могут достичь. И пойму, что у поколения нет сил добавить что-то к тому, что уже достигли их отцы. И что сделает человек, который хочет чего-то нового добиться, он начнет подвергать критике идеи, которые ему достались от его отца. Идея, что значит, что он не сможет превзойти своих отцов в изучении Тора? Да, вот как бы мы уже дошли до какого-то уровня, допустим, продвинулись к, не знаю, Шуханнер в том, так я понимаю его. Да, по-видимому так, да. И у него есть стремление к чему-то новому в этот момент. Окей. И он поэтому начинает критиковать идеи, которые были, чтобы как бы разбить эти рамки, видимо, старые, это я уже от себя говорю, это не написано. А Шерлинг Хилло, вот те идеи, которые ему достались от его отца. Да, и он, короче говоря, он презреет, в конце концов, презреет наследие отцов, да, и вообще дойдет до того, что скажет, вообще наследие отцов, оно лживое, да, он просто написан Ломар Шекер на халат Абутейна. И вообще забудет наследие отцов и превратится, я не знаю, что такое, в Айехашефла, из Рахраанан, превратится просто секунду, ты перескочил, но так бы ям от львот, и будет скитаться в море страданий, наверное. А, ну, в общем, короче говоря, дойдет до того, что, в конце концов, дойдет до того, что вот тогда он может и сказать, что это вообще все. Он описывает, как бы, описывает Аскалуптус, в конце он вообще про Берлин. дойдет до того, что скажет, о Берлин, это и есть Иерусалим. И забудет свои дела, и будет считаться прогрессивным гражданином, и перестанет изучать свою религию, и станет учить чужие языки. В общем, он описывает про священие Аскала. И будет учить разрушающие, а не исправляющие. Ну да, и будет заниматься философией, и вообще всякими этими делами. И Берлин станет Иерусалимом, да. Пролистать чуть-чуть. Ну, как бы, идея понятна. Да. Почему только Раф, почему только Раф Шевке считает, что это центральный, как бы, что вот это он считает. Секунду, секунду. Это он описывает ситуацию вполне понятную, почему центральную. Ну, я думаю, что это он описывает общую какую-то тенденцию, что когда в Галуте ты находишься в каком-то таком, в такой ситуации, что тебе некуда больше двинуться, ты, есть тенденция откинуть наследие отцу. Это то, что было в Испании, большинство простых евреев занимались Аплатоном и прочими. Да, да, мы можем. Ну, хорошо. Не знаю, мы еще не дошли до Испании. Это он пишет про общую тенденцию, секунду, но там дальше что-то позитивное должно быть в конце. Ну, пока что в Испанице все негативное. Аликелия, Вазь, я был рох, сэра, и так, нет, секундочку. тогда придет такой дурь, короче, и вырвет их, и оторвет их от их ствола. Эти все чужие языки, которые они поменяют как одежду. из Израиля. Ну, и вернуться снова к корням, и это вот так проистекает путь развития Израиля. Ну, они тогда вспомнят, да, свою Тору и так далее. Да, его скидка. И там он отдохнет, и у него тогда проводится чувство святости, и тогда сыновья его начнут соберутся с силами и будут делать великое второе и так далее. Ну, вот это и дальше продолжает, ну, как бы уже даже, да, это Нихама более-менее объяснила. И это причина того, да, и эта причина приводит, эта же причина привела к катастрофе в 20 веке по мнению Меша Хохма, она же и была причиной изгнания из Испании за 450 арбам и отпыхам, 450 лет до этого. То есть поразили, но оказывается, что вот это вот их расцвет в Испании, золотой век, все-таки мудрецы и все такое, параллельно они загнивали, как бы, получается, что они дошли до какого-то высокого уровня, и дальше, как бы, им некуда было двигаться, да, и поэтому началось это самое. Ну, непонятно, понятно, но, как бы, опять же, вот, у меня такое, как бы, сомнение, если бы Раф, в смысле, Раф Ширки не приводил весь исторический фонд, ну, тогда вы могли понять, что это, как бы, некоторая такая вот модель вообще людей Торы, по объяснению. Куда приводит сначала весь исторический фон? Ну, хорошо, при чем тут занятие, как бы, Торы или Аристотелем и решение Фердинанда? Это каким-то образом могло изменить в ту или другую историю решения Фердинанда? Я думаю, что одно с другим не связано. Мы всегда очень часто подходим, на самом деле, это большой вопрос, как это принимать, но всегда и в Торе, и в истории мы всегда соотносимся с двойной причиной. С одной стороны, есть причина такая, а с другой стороны, такая. Как они связаны, они всегда понятны. Есть объективные, исторические причины, а есть какие-то вещи, которые нам не совсем понятны, как они связаны с этим. Как это могло повлиять на Фердинанда? Может, никак не повлиял. Может, это параллельные вещи, это тайны божественного управления. Не знаю. Но было бы проще понимать, если бы была бы в жизни происходила бы дифференциация. Например, те люди, те евреи, те рабоним, которые оставались верными Торе, их бы не изгнали. А вот те, кто были как бы оскалами, можно было бы сказать. А украл себя сразу током. Но в жизни так не происходит. А так это на уровне как бы ошарот. Ну, есть такое. Нет, но, в общем-то, мы хотим понимать, как работает правление в мире. Это оно не всегда работает точно. Иногда происходят такие общие процессы, которые захватывает весь народ. Возвращаясь к нашим дням, наверное, правильно сказать, что та скала просвещения, она разбила стены гетто, она разбила, вывела сотни тысяч, наверное, многие тысячи евреев, десятки тысяч евреев вообще из рамка традиции. И как бы вообще многие вообще перестали быть евреем в традиционном понимании. Но, по-видимому, в том числе, в числе прочего, эта же волна, она послужила созданию государства Израиля. Эрци, если бы он был не образован и не образован. Ну, я могу предположить, что в миниатюре или в каких-то других пропорциях это же происходило в Испании. С одной стороны, был какой-то толчок к развитию искусств и науки и всего. Это все евреи переняли, и этим они всем занимали. И это все как бы их обогатило. С другой стороны, это привело к тому, что произошло некоторое падение. Ну, и, в общем, такая схема. Даже после этого падения все равно евреи, которые были изгнаны, они, грубо говоря, в тех местах, где им удалось задержаться, они, ну, я так представляю, они пытались реконструировать тот образ жизни, который у них был в Испании. То есть добиться снова опять того же самого. Добиться, ну, как нормальный человек, добивается карьеры, финансов, продвижения, существования. Ну, кого-то да, кого-то нет. Часть мудрецов, которые переехали на землю Израиля, увидели бы там какие-то другие знаки. Кто? Ну, может быть, Андрей, теперь, да, вернемся к тебе. А ни у кого нет вопросов? Да, мы тут разговариваем вообще, говорят, между собой, а что народ? Народ. Ну, немножко есть у меня, конечно, сомнения, все-таки это были времена не такие, как 19 век, прям-таки вот уж такое процветание всей общины, какой-то элиты, да, но наверняка большинство все-таки жили в бедности. Да, конечно, поэтому я и говорил. Я не уверена, нет, я не думаю, в Испании не похоже. Они действительно, они там были врачами, ювелирены, занимались торговлей, они действительно были богаты в Испании. Это мы, нам представляется, что это какой-то черте остерности там, или как дальше, потом во Франции, да, они действительно не были, кто-то лучше, кто-то больше, кто-то меньше, но, там они вполне прилично все-таки жили, по-моему, в основном, в Испании, насколько я понимаю. Я дико извиняюсь, дико извиняюсь, да, вот, но у меня вообще такое ощущение, когда я такие вот слушаю вещи, хотя бы это Назар Афшек сказал, по-моему, это главная как бы причина. По-моему, тут же вот этот автор Меша Хахма, он просто, грубо говоря, сводит счеты, так в кавычках, да, с своими, как бы, идеологическими противниками, которые, по-видимому, были образованы, и все. Говорит, вот из-за вас все это произошло. Вот это как бы такая... Что, не, подожди, Меша Хахма, это же до всякой еще катастрофы. Ну, подожди, а кто пишет про 20-й век и про Берлин и Иерусалим? Это же цитирование Меша Хахма, нет? Или это Рафшерки пишет? Да, это да, но еще ничего не произошло, еще не было... Секунду, сейчас я скажу. Не, ну, бессендер, я даже не говорю про... Он описывает ситуацию, которую он видит вокруг себя, но он предполагает, что строит уже такую модель, которая основана, по-видимому, в его голове на том, что уже происходило не раз с народом. И так предполагает, что так это должно произойти, так оно, в общем-то, и происходит. Окей. Секунду, я сейчас посмотрю точно, когда он жил. Первая половина 20 века. А, это еще до катастрофы. Ну да. А в каком году он ушел? В 1026. А, ну, понятно, то есть он все это чувствовал, что там между мировыми войнами, там начало происходить Берлин, все дела. Ну, да. На самом деле, как бы, это не то, что он, это совсем, мне кажется, мне неправильно говорить, что он, как Харидим, говорит, вот, катастрофа из-за вас, из-за, это совсем не то, он хочет здесь сказать. Он выявляет некоторую тенденцию. Он даже позитивно, как бы, оценивает тенденцию этих людей, которые бросают, объясняют позитивно, почему они бросают иудаизм, потому что они уперлись в некоторую стену. Он ощущает это, видимо, правильно. То, что... То есть, как Раф Кук, да, что иудаизм должен расшириться. Он этого не пишет, но на самом деле он так это описывает, что они не находят в себе применения в рамках иудаизма и поэтому уходят как бы в сторону. Но потом то, что он пишет про Сеара, это, как бы, некоторое предвидение, да, что начнется какая-то буря, которая их оторвет и которая вернет их к иудаизму. Как бы, не просто так это предвидение интуитивное, потому что, видимо, как бы, он основывается на опытах предыдущих, в частности, из изгнаний из Испании. Да, но вернет к иудаизму тех, кто в живых останется, как бы, так, грубо говоря. Но там тоже такие многие... Ну да. И речь идет, на самом деле, не о личностях, видимо, тоже, а о народе целиком. Окей. Как бы, в те времена, действительно, центр был, безусловно, в Испании. На нем мы сосредоточены в нашем представлении о том, что происходит с народами. Окей. Ну что, дочитаем? Да, да, да. Попробуем, да. Так, остаток уцелевших. Что осталось от великолепного, роскошного еврейства Испании? К великому удивлению, многие евреи, которые убежали из Испании, и их потомки, достигли высоких должностей в тех странах, в которых они спаслись из Карнуи, Дона Юсефа Наси. Мы вспоминали Дона Юсефа Наси в Турции, Юсефа Нусав Шагая, еще один еврей, который был из потомков, изгнанников из Испании, это Беньямин Дизраэля, да, Бенджамин Дизраэля, который известен, который был назначен главой правительства Англии. Многие евреи присоединились к революционным движениям Западной Европы. Они продвигали идеи эмансипации, да, и участвовали в французской революции. Также в Амстердаме проживала семья евреев, изгнанных, потомков, изгнанников из Испании, из которых вышла работа Аямим, впоследствии философ, философ Эпикойрос Барух Шпиноза, то есть он был тоже потомком изгнанников из Испании, Маясед Ропа Хелунит, основатель светской Европы. Не знаю, тоже очень важный персонаж, Раф Ширке тоже очень много всяких плохих слов о нем говорит на своем уроках. Я когда познакомился с его учением, но это опять же на уроках в изложении Урия Гершовича, меня ужаснуло, насколько все, что я знал о Библии раньше, до того, как пришел иудаизм, это были идеи Баруха Шпиноза, оказывается. То есть нам преподавали это как нормальное восприятие Библии, оказывается, все это выдумал Баруха Шпиноза. Раф Ширке очень плохого, чуть ли не с Гитлером его сравнивают, в смысле предтечей Гитлера, то есть вот этого все, что отход, настолько продуманный, рациональный отход религии от религии, то есть такая ловушка для интеллектуалов, которая принесла много разрушений вот в плане искажения мысли, которая породила потом уже такие деструктивные процессы в Европе. Изгнание из Испании привело к Грэвах Гадоль Эсэль Амэй Европа. Большой свободе народов Европы. Не Рэвах, а успех, наверное. Ну, как это... Грэвах, в смысле, что они на этом наварили, наверное. Ну да, я не могу сказать. Ну, что они как бы имели успех на этом. заняли место евреев, наверное, такая идея была. нет, что они в те страны, которые не приехали, они принесли... А, окей. А, те, в смысле, да. Так, ягодут, афрата, это вот как понять? Ну, она обогатила... Афрата, это приятел. Облудотворила, Облудотворила, да. Ну, мысли народов. Да, мысли, народную мысль. В смысле, мысли нееврейской, да, народов мира. Лямаасене, Танула, Марши, Герушсварад, Гулида, да. Фактически, можно сказать, что изгнание из Испании породило европейский ренессанс и впоследствии, и как его следствие, это модернизм, наверное, наших дней, да, модерн. Камур, Герушсварад, и хадми, амураот, акашим, баютерши, пагдует, амисраин. Как сказано, изгнание из Испании, это одно из самых тяжелых событий, которые посетили еврейский народ. Ушаварки Матлехалутин, он практически полностью потерпел крах, Этмир Казагадоль, Этмир Казагадоль, Шелятура, был разрушен центр Торы, да, и гордый еврейской идентичности. И так же вот еврейская государственность, да, не осталось вот этого еврейско-государственного мышления, то, что было в Испании, да, да, и еврейский народ стал презираемым и унижаемым. Сейчас секундочку, могу секундочку сказать? Секунду. Смотри, ну вот это, по-моему, дикая противоречия, я никак не могу понять. Вот только что приводился к главному аргументу, да, что евреи, грубо говоря, зажерели, стали битными, стали этими пятнами, а теперь говорится, что вот как стало плохо, а евреи стали шафель-бебазуй. А что такое не шафель-бебазуй? Не шафель-бебазуй, это означает, что они никогда не занимают величное и высшее положение в обществе, а оно и послужило изгнанию. Ну а какая здесь логика? Шафель-бебазуй нормальный для евреев. Значит, очень хорошо, что они шафель-бебазуй будут заниматься. Ну что-то хорошее, но это просто следствие. Мне никто не говорит, что это хорошо. Но, смотри, это как бы естественный вроде бы процесс. Они там, когда он разжирел, и он начинает восставать. Они, так сказать, стали богатыми, крупными деятелями и так далее. И они стали увлекаться всякими другими теориями и стали оставлять, отдаляться от иудаизма. Ну, так после этого их и знали. Произошло большое это самое. И они упали на какой-то действительно странах, в которые они бежали. Только я не понимаю. Окей. Всего ты не понимаешь? Ну, написано шафель-бебазуй. Послушай, шафель-бебазуй это означает униженный, оскорбленный. Да, они стоят. Не униженный, оскорбленный, это приближенный к царскому двору. Это чиновники. Это все то, что привело к этому самому. К изгнанию из Египта по предыдущему мнению, который Раф сказал, что он самое правильное. Ну, и где есть логика? Логика в том, что вот это как бы змея, кусающий себя за хвост. Они добиваются постов, а после этого их скидывают, они становятся шафель-базуй. Точно как Йосеф. Проблема в том, что они вот эти все способности, способности Йосефа, государственности, успешности, талант, они их используют вне земли Израиля на пользу других стран. И потом встает новый царь, и они опять шафель-базуй. Не, ну, подожди, но я тебе хочу сказать, мне кажется, что Раф продолжает как бы раскрывать, когда он пишет, у шаварки Матлы-Халаутин. Он говорит о трагических последствиях изгнания из Египта. И в качестве администрации привозят, в числе прочего, что он превратился в униженную оскорбленную. То есть быть униженным и оскорбленным это отрицательное для еврея. Правильно? Конечно, конечно. Ну да. А что обратно этому? А обратно этому экономическое процветание. В то времена это означало приближение к царскому двору хорошее. Да, да, да. Это 10-ое. А именно это, только что нам объяснили, что именно это и привело к изгнанию. Оно привело, но это в самом себе неплохо. Это некоторое положение, которое у них было, но привело к изгнанию, потому что они определенным образом это использовали. окей, ну хорошо, ладно, я не буду упираться. То есть они опять же это стали использовать в других странах. Один стал премьер-министром Англии и так далее, и так далее. А те, которые были в ЦФАТе, они вот не смогли там построить государство. Наверное, потому что как бы не все туда приехали. То есть какие-то опять же уехали в Амстердам, там в Англию и так далее. И там они использовали вот эти свои свойства государственности. Ну хорошо, давайте дочитаем, успеем. Нет, ну тем не менее, тем не менее, он хочет сказать, что это расселось действительно в разных направлениях. Какие-то искры, они действительно, из них возгорело с пламя, а какие-то устроили пожар. Ну в общем, в таком духе. Пару спиноза, например, поджог там чего-то, а, например, другие как бы осколки испанского еврейства, они продолжили или развили еврейскую традицию и принесли очень много пользы. Так что это не все однозначно. Окей. Два слова можно добавить? Да. Просто как версию такую вот мою. Дело в том, что на самом деле это знание-то, оно не за один год случилось. То есть там, если смотреть, там более ста лет, когда это началось, сначала там Папа Римский пытался вот это вот все начать, короли испанцы, они навстречу не шли, вот, но было сопротивлением, потому что это была основа экономики. Вот. И постепенно, постепенно, то есть там, когда росла роль римской церкви, все это усиливалось, там менялись правители, это несколько поколений правителей, и с подачи иезуитов, и как бы там начали вот притеснять, притеснять дальше больше. Вот. И в принципе, те, кто понял это сразу, те, в принципе, оттуда сразу начали уходить. Задолго до вот этого изгнания. А многие, да, действительно, они назывались, по-моему, конверсом по-испанскому. Вот те, кто христианизированные такие вот люди, которые для виду принимали, на самом деле как бы соблюдали как могли. Вот. И в итоге вот все элиты, это уже были не те евреи, которые иудеи, а вот именно эти конверсы. И больше всего при изгнании как раз огребли-то они. То есть с одной стороны они были как бы элитой, на них они были в правительстве, в мэриях, в управлениях городов, а досталось потом больше всего им, когда уже не смотрели то ли ты иудеи, то ли ты там конверса, которые для вида что-то там соблюдают. То есть верить им перестали и больше всего унижение как бы и притеснение досталось как раз им. Да? Окей. Да, ну, все совершенно верно, да. Тем не менее, что я хотела сказать, когда он говорит об разрушении, в какой-то момент это тоже называлось золотой верой. Например, сила и тара, и науки, и искусство, все это казалось таким замечательным, да. И это вот система, это была система, которая развалилась. и от нее как бы рассыпались в разные стороны искры, да, осколки. А как система, она перестала существовать. Ну, и у нее была определенная динамика, конечно, как в отношении государственным, так и в отношении, как сказать, возможно, моральным и прочих, так сказать, проблемах, которые там возникали, сила София, с моралью, в принципе, процесс сложный такой, да. Пытаемся... Тут можно что еще добавить? Можно я коротко? Да-да-да, конечно. Совсем. Это просто как предположение, ведь там, ведь как раз в то время, во все средние века в Европе шла борьба постоянно между королевскими властями каждой страны и папой. И все время была проблема двойной лояльности, так сказать, подданных государства. И понятно, что евреи никак не могли быть на стороне папы, они могли быть только на стороне короля. И, видимо, мы, так сказать, рассчитывали, что если они при нем занимают высокие должности, то он их всегда защитит. Но короли-то, так сказать, виляли из стороны и в сторону. Ого! Да. Давайте приблизимся к... Да, осталось несколько строчек. Да, окей. Да, тогда я дочитаю быстренько. И все-таки одна искорка национального чувства из того великолепного наследия сохранилась и через много лет разгорелось в пылающее пламя в среде в одном из потомков изгнанников. Он был внуком Хазана общины раби-и-гуды Алкалая в Сарайе. Вторая Шагая, который был прямым потомком раби Йосифа... Тайточек не знаю. Я не знаю. Ну, какое-то да, Шкинацкое такое, наверное, имя. Нет, это Берушис Саратова. Тайточек. Тайточек какой-то столь. Одного из великих мудрецов Солоников из изгнанников из Испании. И это Беньямин Зеев Херцель. Продолжение вам известно. Известно всем. А вот я сюда тоже вообще на самом деле клонил на эту тему. Ну, хорошо. То есть как не пропадает ничего? Ну, да. Из искры возгорит пламя. Такая идея была. Да, именно так. Ну, вот замечательно. Ну, хорошо. Мы на этом можем как бы заканчивать, правильно? Ну, да. В следующей неделе. Если кто-то что-то еще может хоть сказать. Господа, да. Может, он что-нибудь хочет все-таки сказать? Мы сами не слишком понимаем в потем, как бродим. Поэтому я думаю, что не надо как бы сильно опасаться, что если кто-то что-то не то скажет. У меня такое впечатление. Так, ну, хорошо. И вообще вот общее ощущение, что нахождение причин каких-то исторических событий, исходя не из исторического фона, а исходя из каких-то религиозных причин, высших сил и все. Ну, как бы это интересно, это модели, но как бы реально это я не очень понимаю, какая как бы в этом сила. Это сила для понимания, для утешения, как себя дальше вести, но как бы реально проверить невозможно все равно. Любой историк нас бы разбил сейчас за 5 минут как бы фактами и все. Показал, что все на уровне ... Он же не возражает исторических фактов. Он говорит, что есть некоторая динамика в движении народа, находящаяся в Галуте, и это нам показывает, как это развивалось. Не основываясь на исторических фактах, не будем заниматься историческими фактами. Мне кажется, положительно, не то, что положительно, но я для себя, скажем, я бы вывел таким образом, что на уровне Рава Шерки, он не говорит в абсолютных категориях, например, о скалах, просвещении, не знаю, занятия бизнесом или вообще быть не униженным, а быть наоборот процветающим, это плохо. Все зависит реально от того, как человек это прилагает. Это может быть на пользу ему и народу, а может привести к катастрофе. Поэтому опять в конце концов это все замыкается на самом человеке. Все? Ну, я сейчас с тобой согласна, но в принципе я бы только добавила, что тут речь идет скорее о народе. Потому что конкретно отдельные люди, у каждого своя судьба, а ты не можешь точно знать, где там награды, где наказания, как она сложится. А общая тенденция у народа, она определенным образом как бы аргументировать тем, что Аристотель и как бы занятие учением Аристотеля привело к испанскому изгнанию и вообще катастрофе. Аристотель в этом не виноват. Маристотель и не виноват. то, что они сильно увлеклись как бы этим это ну я думаю, что ровчерки как бы это отмечают в частности как одна из причин. Это то, что они ушли от своего наследия. Они стали интересоваться всякой ерундой. Столоверчением не знающим. К девкам ходили, это да. Девкам слиха бытулот еврейский. Вот это для меня причина. Это действительно нехорошо. Аристотель то же самое, только на духовном уровне. Да, да, да. О, прекрасно. А его меквовали. Это вещи вполне связаны. Аристотеля при этом меквовали. хорошо. Как же, не следуйте за сердцем и за глазами. Девки за глазами это Аристотель за сердцем. Одно и то же. Да, да. Окей. Это очень хорошее завершение, да. Так, ну, хорошо, не будем следовать за глазами и за сердцем, а еще лучше давайте следовать за ними глазами и сердцем. Вот в земле Израиля все совершенно замечательно. И глаза и сердцем и всем остальным. Окей. Да, и никто там по девкам не ходит. Никто по девкам не ходит. Замещает. Но, во всяком случае, при этом мекву точно не посылают. Ну, хорошо, на это замечательно заканчиваем. Хорошо? Спасибо. Пока, пока, пока. Спасибо. Переходим, плавно переходим к мере.